Всем здравствуйте! Как уже сказали, меня зовут Александр Тоболь, я отвечаю за разработку платформ видео и ленты в Одноклассниках. А сегодня мы с вами поговорим про настройку операционной системы и вообще настройку сетевого стека под работу с мобильными клиентами. Немножко про Одноклассники. У нас месячная аудитория составляет более 71 миллиона, трафик портала более 2 терабит в секунду, там среднедневной пиковый. И у нас порядка 7 тысяч серверов и большинство из них под управлением Linux. Кто из вас настраивал сервера, которым ходят мобильные клиенты в продакшене? Или настраивает? Давайте, просыпайтесь. Не очень много людей. На самом деле это несколько странно, потому что сейчас уже большая часть аудитории ходит исключительно в интернет с мобильных устройств. И поэтому все больше и больше и чаще и чаще вам придется именно настраивать сетевой стек под мобильных пользователей. О чем сегодня все это будет? Протокол TCP придумали в 70-х, а в последние десятилетия мобильные устройства стали развиваться и преобладать над десктопами. И мы как раз посмотрим всю эту динамику и посмотрим, что в это время происходило. Как я уже сказал, TCP в 70-х, а вот в последнее время постоянно развиваются беспроводные сети. Wi-Fi, 3G, 4G, уже 5G обещают скоро. И на самом деле в 80% случаев для пользователей интернет уже выглядит вот так. Это наш сервер, это какие-то проводные коммутаторы и все остальное. И беспроводная последняя миля. Если померить, у нас большая социальная сеть, распределенная по России и странам СНГ. Если посмотреть на Россию, посмотреть среднюю скорость по регионам, мы получим какую-то такую карту. Понятно, что говорить о скорости интернета бессмысленно, не учитывая, что там внизу под этим находится. Соответственно, мы померили некоторые такие характеристики, которые нам сегодня будут очень важны. Это средний пакет по нашим пользователям. Это такая ситуация, когда вы отправляете пакеты, они не все данные для клиента. TCP для вас за вас их установит. Это такая ситуация, как reordering. Это когда вы отправляете пакетики последовательно, а клиенты, они приходят в другую валковь, в другую порядку. И, собственно говоря, TCP это тоже все лечит. Reordering в странном мере, по-разному можно, но у нас порядка 2%. И такая штука, когда вы пакеты отправляете вроде как равномерно, а до клиента они доходят небольшими пашками, такими бессерами. Это выражено, как если вы делаете пинки, у вас время пинга нестабильная. У нас порядка 5 секунд среднего пакета по мобильному производству. TCP за вас все эти проблемы, все эти детали скрывает. В принципе, включили, работает. Но на самом деле не все так хорошо. Это можно очень проверить, но не очень просто. Смотрите, можно снять шейкер с тобой. Если ты можешь взять график контрол, взять. Можно строить утилит. И вот я настроил себе шейкер на буквально 1 мегабит. И стал умереть. Вот если у меня ртт 20 секунд. И уже улетел за 20 секунд. Месячно, но это ртт. Это 99% утилит. Добавляем токит лоскадь процентов. Мы теряли 5% пакет лоск. А вот уже от CT утилитизация всего 85%. У нас уже осталось меньше половины, то есть мы теряем 0.5%, а у нас уже меньше половины, то есть мы теряем 0.5%, а у нас уже меньше половины. Когда у вас с ростом токетлоса, то есть это токетлоса, инфраструкционально подходит утилизация, к некоторому моменту вы уже теряете больше половины канала, а потом увеличиваю количество коннектов, вы можете вернуть через эту утилизацию. Если посмотреть по трем параметрам, у нас есть соответственно на утилизация канала. У нас есть токетлос по одной оси и по другой РТТ. Чем больше токетлоса, тем меньше у вас остается от канала. Как это почему так происходит? Тички довольно старые протоколы. У нас есть определенные проблемы. Мобильные сети как раз имеют высокий токетлос для реордеринг. Все эти параметры меняются динамически. Если раньше потеря протета средствовала в каких проблемах сети, сейчас потеря протета средствовала в каких проблемах сети. Сейчас потеря протета средствует, что вы зашли залоговый у вас. Сегодня у нас есть пакетлоса, что вы зашли залоговый у вас. Но также мобильные сети это синтетичные каналы. Обычно мы все геновируем, что мы сами для этого не делаем. Сегодня мы попробуем позаниматься. Что нам говорят британские ученые? Они говорят, что если посмотреть в некоторых очках употреблённое видео по стране, то именно мобильное видео по стране, то она пропорциональна скорости интернета. Прям неожиданность. Соответственно, на самом деле эту скорость мы попробуем сегодня. Но мы попробуем увеличить. Но мы должны улучшить это. Но мы должны улучшить это. Мы должны улучшить это. Это 1 мегабит. Это 1 мегабит. И вот у нас такие сетевтики. 06 пакетлоса и 250 РТТ. То есть, в принципе, у них от канала мало что остается на мобильном интернете. Основная проблема, которой мы сегодня не будем дышать. С одной стороны, потребление контента зависит от скорости интернета. На другой стороны, у нас мобильный интернет очень хороший. На другой стороны, у нас есть неоптимальный протокол. Что вас всех сегодня ждет? В первой части мы поговорим про TCP и мобильные сети. Нас тут такие вещи простые, как установка соединения, конженшен контрол. Это то, на что вы сегодня хорошо поднимали руки. Во второй части мы поговорим про квит. Гугловый протокол поверх UDP, который нам позволяет решить массу проблемы с TCP протоколом. И в третьей части мы покушим свои UDP протоколы. Расскажем какие-то там есть интересности в подводные камни. И в последней части мы подумаем с вами про будущее развитие мы поговорим про протоколы, возможно ли переход с TCP на чистую UDP, возможно ли протоколы нью-спейс, и это правда. Чего сегодня будет. Я постараюсь вас избавить от модулями ICI и каких-то сложных пакетных элементов, избавить вас от сложных формулы вычисления от сложной способности TCP. Вот и моя задача для того, чтобы люди, которые работают с серверами, еще помнили, по их мобильных клиентов. Так, первая часть TCP. Так как вы все сразу разбираетесь, я здесь буду чуть-чуть побыстрее. Because you know already what TCP means, they'll go faster here. TCP provides consistency of transfer, and also notifications that data was not delivered properly. Data is split into segments, different levels of network stack. They are called different frames, дектograms, and so on. A model of GCP data transmission is shown here. You have a certain set of packets you send away from server to client, client receives those packets, sends back acknowledgement. You remove those packets and send the different ones. It's quite simple. I put a slow internet. I task R2T 250 milliseconds. A person has ID or Wi-Fi 400 minutes back in a second. A question whether that person could watch 1080 full HD video in such channel. Who believes that it's possible? Okay, all things are so possible. Okay, both of you are correct. Actually, it depends on this size of buffer for dispatch. Send buffer at a row. Let's consider an example. 128 kilobytes send buffer. Size means that you send off 108 kilobytes, then you receive acknowledgement, then you remove the packet, and take a similar amount of data to send out. That means that you cannot send R2T more than twice the buffer. If you have a megabit to such buffer, out of 400 megabit, we get only 4 megabit. And 1080, you get 68, and the answer is no, it's impossible to watch full HD 1%. But if you adjust the buffer, do a larger one, then it will be possible. I conduct a number of experiments, download the video, and try to watch it. And if you transform 1080 video, using those buffers, that you can provide such a possibility to your clients. that. This is the history of TCP. It was invented long ago. As I said, but recently, there were quite a number of extensions that developed, like TLP, TFO, TCP fast open, TCP fast open, REC, 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 REC. Those things were invented to work better in poor networks. Let us carefully consider that step by step satinus connection. I tried to profile our network, our mobile client. This is the first request. It's application that says DPI request. And after that, our open connections, and then, after the, the network is idle. Why? Let us clarify that. How a request is done? IPR request, interceded by API, DNS lookup, then there is connection established in SSL, security connection, then there is an SSL, and request. And then, server replies 50 milliseconds is very fast. Quite fast. And then you get response. If you look at latency numbers in mobile networks, then we'll see that for example for 3G, connection is one to three seconds. The result can be achieved for 4G is better. But we have to optimize quite a number of elements. Connection first. TCP handshake is standard. And if you have seen optimization of TCP fast open, you probably know, you can do quicker, you can allow requests for the dispatcher packet. And this application needs to support that. And also, you can start the S2 function, fast open, you should have, and Linux currently should have 4.1 plus, and check that you have this option of switched on, and if you have some custom application, you need to remember that. In Android, this is a surprise, on Android, I have 8.1 Android version 9, and Android 8.1, I looked, and it was switched on. And iOS 9, it is not always switched on. There's TLS possibility. And TLS, secure connection, simple test. Let's pay Google to 24 seconds RTT, and we do HTTP, HTTPS request. HTTPS gets approximately back in the same amount of time, 230 seconds, and HTTPS was quite longer, took quite longer. Because additional round trips are required for that, and this is not good. You probably know that there's TLS 1.3, this is already standard, and everything seems to be okay, and now we can have session tickets. If we have seen this connected before, you can do it faster now, and the clients would not be ready to do that, and find mobile clients. It will support TLS 1.3 now. It's not real. There's only library available for that, until there are some issues here. The progress of the connection. There's a connection window, as you know, there's a number of data you can transfer without confirmation from server to client. After you get this information, you can double the amount of data, and there's algorithm that defines that acceleration. Сейчас дефолтный размер окна в установке 10, и он дальше потихонечку разгоняется. Итак, в стадии установки соединения, и, соответственно, наш стандартный РТП на мобильных устройствах, которые там под 30 секунд, это нормально. Он делает DNS результ, устанавливает соединение, делает TLS, и потом еще сразу старт, который с каждым РТП разгоняется. Понятно, что ваше силение стоит крайне дорого. Для этого вам придется настроить какие-нибудь PPLI, потому что существует такая штука, как NAT-unbinding, и если вы ссоединение к TCP, то там будет массивизация на какого-то раутерам, который потухает, и у вас не есть порт, появится новая зарплата, и у вас уже на сайте разобраться. При реюзе коннекция нужно еще не забыть выключить своего ресторана. Дело в том, что если у вас будет простая соединение, то по умолчанию некоторых ядер отключено так, что могу с топовой тормой, потому что непонятно, что это у вас сегодня было. Если вы используя сигналы, то это отключено. Следующая часть – коннекция контроля. Основная задача коннекция контроля – это защитить сеть от перегрузок или сделать так, чтобы, если вы отправляете много пакетов, минимизировать, скажем, от потери. Это приходилось так, что у вас есть правка, и вы получаете какus это аквакетов,ああ Ronnie Jesus l. Это плохая история, логично, что раутор перегрузился, вам нужно отправлять меньше дам. Это не так, что раутор перегрузился, вам нужно расправлять. They use the packets regular way. They receive it on regular way. When there is a queue for minim intel delays resulted. From that, there we have some delays. And the third is overload and router loses packets. A router is a smart one. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Что нам на это говорит Google? Ну, собственно говоря, они говорят, что действительно это проблема инфицировки не только на Linux, но и на экономических системах. Там тоже она. Ну, говорят, что когда-нибудь, наверное, пофиксим. Может быть, надо уже пора собрать и перестать в игру? Интересный вопрос, но парни из Google говорят, что на самом деле они не хотят заниматься поддержку на горячей стадии вот развиваться протокола заниматься под фиксом. Например, это противопокоситов. Это не густые слова. Может, если посмотреть на оптимизацию, как вы можете посмотреть, и пошел панелус. Лоспро, это все доступно на сервере. то окажется, что это почти нигде не доступен, и пользователи отравляются крайне медленно, и это еще на ближайшие годы будет длиться годами, а КВИК решает эту проблему, вы доставляете свой протокол поверх юзерфима на клиента, и получаете все такие. Ну, собственно говоря, попробуйте самую миграцию на КВИК, если у вас есть такая возможность, не волнуйтесь про юзерфима, дойдите, но он начнет председать больше ресурсов, но, в принципе, он премном работает. КВИК уже весь ДЕФ, но это уже объемно, и убегаетесь, и вы можете идти в этом направлении. Мы, на самом деле, очень хорошая мать со своими юзерфима. Мы делали юзерфима для юзерфима, и для юзерфима, и для юзерфима, и для юзерфима, и для Beta Pulse, и для юзерфима, и для чекFたа финансового видео данных со своей политики. Зачем мы это стали делать? Мы померили наших пользователей, посмотрели, как у нас выглядит тратистико-сетей. Посмотрели, что Квик каков работать в мобильных проводов и беспроводных сетей для мобильных приложений. И ты хорошо должен работать с видео и аудио. Понятно, что это очень сложная задача. Мы решили конкурироваться на каких-то более узких. Одна узкая задача нам показалась в стриминг-видео. Задача у него была low latency и вторая загрузка лентой приложения. Когда у вас будут PPI-запросы и когда у вас будут картинки. Вот мы сейчас немножко и поговорим, какие там особенности были. Ну, медийный протокол. Задача он делал такую. Толь жители пушают нас на все, стримят другие пользователи могут смотреть. Что нам хотелось на протокол. У нас там было как-то спиксировано несколько картиноков. Это были методами управляемыми, которых нам требовалось гарантия до спарки и не обеспечения. Было как-то аудио, которые мы говорили, что если у нас там больше чем 2 секунды, то нам нас надеется данное время. Я не могу сказать, что это не нужно. Это можно просто дробить. Потому что это нужно для реал-time коммуникации. Если это возможно, то это возможно. Мы выбрали мультипиксирование, провязывание в своем уровне. Гарантирую достанку. Интересный вариант мы еще делаем на МТУ-дисковый. Это правильный пускали процесс. Вначале мы начали проверять данные с натернаем ДФУ. Правильный пускали нефиксировали. Интерноли, мы начали проверять фрагментацию. Вначале мы пытались проверять запрещенные фрагментации. И в этом случае мы пытались найти оптимальный МТУ. Теперь перейдем к более интересному протоколу для передачи API и картинок. Первое, что мы решили поддержать, это обойти данный лукат. У нас внутри наших пинг-помпакетов по пакетам, которые используются для райвантных. Ходив информации еще дополнительно на кластере, и соответственно, на всех IP-адресах, я не сгонясь на киеве. У нас много дата-центра, потому что у нас много дата-центра, и все IP-шники с разом, и все IP-шники с разом. У нас сразу все дата-центра, поэтому у кого-то дата-центра, он начинает выбирать IP. Он начинает выбирать IP, и запустит, если мы там неудачно найти адресения, это неудачно. Что мы еще интересного сделали? Мы делали динес-лукат. Мы также делали шедевр. Также мы делали IP-мigration support, TLP, и софт-тец, и зеро-этант. В принципе, это работает быстро. В начале, с письма, вы сэкономите, вы сэкономите, вы сэкономите, вы сэкономите, вы сэкономите, вы сэкономите. В сэкономите, это капитальная гайка, и дата-центра. Если есть решенька, если не заранее, может быть интересная гайка, и вы сэкономите. Для этого есть карт N mémo, и есть карт Н�а. Иäch в одном из которых есть яркий письма. И это дата-центра. Причем, для тех, кто-то, не хочет проект Н�а. Мы еще добавили вот то, что у меня цикет, и мы добавили вот то, что у меня цикет, и мы добавили вот то, что у меня цикет. Теперь как ТЛОС проб работает, что это такое, как использовать эффект? Если мы используем ошибок, то, грубо говоря, брать 10 очек, добавлять до 1,0, то это не заработало. Google failed to get it working, and quickly tried to press support and switch to, and also we didn't mention 5%, 10% increase in data volume, reduces the speed of delivery, not often packets are lost. Second is that packets are lost in packs, not single. When 1% lost, it's not 1%, it's 10 by 1000. And this is not quite easy to fix with the FEC. That's why FEC is used quite often in this way. Yet the server dispatches the packet. They are received, everything is okay. And then it starts losing packets. And then it's got an option for packet 5, there's no more information about packet 10, whether it was delivered or not. It doesn't have information about that, whether it's trying to receive it. It waits for some time. Logically, RTT plus some tutor, in usual case, would just take to RTT. And the message is that last packet sent was 10. That can be replaced with correction. And if one is lost, that will help. It is not expensive if you have one connection that you control, and the data is transferred finished there. What else is interesting? UTP protocol. We know that in wireless networks data transfer is asymmetric, 30% to 70% received, 30% sent in data. And that's why it uses normally download data, and you can increase ACK, size and update legacy, CEC, in order to more accurately tune congestion control algorithm. If we look at latency numbers for TLSTCP, QUIC and UT2, there is TCP handshake. If I have time left, I will speak about why I believe QUIC is 0.5 and we have 0. QUIC and UT2 is better in connection time we already listed this or before, that is what we need. A small example on the left hand side via video. This is the same application that loads the pictures doing API requests. On the left there is version 1 UDP, and the TCP is the right hand side. This is the usual 3G network in CMPs work at the same time with the same network. And you can see video on the right hand side. In reality, this UDP works. We tried it on approximately 10 million users. They make use of that already. What we got as a result, API down 10%, image delivery times 7%. It is difficult to measure, actually. You can measure percentile, quartile, because average is not correct. I agree with it. The problem is that the number from executed requests is higher. We can do more than time. And real figures per user, we fix that, and try to compare to CPATP, don't be higher. We have performance EOT to 5Gbps per server. We get for that for now. And encryption and deflate takes too much time. Let us think about the future a little bit too. This is our legacy stack. This is our legacy stack. 2020 would move to TCP at 2.0, TLS13, TCP, IPv6. And later it will be quick replacing TLC, TLS and TCP, TLS. So, removing the boundary, that will happen. We met it in the kernel, very likely. Some of the features will be introduced also for that. Okay. What else? I can say, if you use UDP, IPv6, you get multicast also a good feature. It's not easy to work with. You deliver some video content to everyone. Some of you want packet, you could bring joy to using multicast to many users. But if one packet is lost, then you have to have additional connection. And possibility for them to request it with TCP to be difficult to arrange. In principle, that is all for myself. Yes, try to accelerate speed in mobile internet. And we can also improve based on statistics and try UDP. Try moving to UDP. Use your protocol or try to use QUICK. I have still five minutes left. Before the slide, I will speak about true zero RTT. If you want QUICK works for zero RTT, if you have... This is a dead server. We have all information. You have the keys there already. Build illogical to do requests without reestablishing the connection using the whole process. And this time you get to UDP Amplification. And многие из вас знают. You probably heard about UDP Amplification Attack. If you find a server in the internet, you can send a small request and you get a very big reply. And then you can put it down very easily. And a school child can do that. Find amplification. If it's 100 time more, you send one kilobyte and you get 10 kilobyte a second and 10 kilobyte per second, it can shoot and somehow and put it down. In order not to become a source for such an amplification attack, the first request is not answered with more data than in the request. That's right. First packet. No. Our answer is the same size as the size of the request. But we could raise. We could validate IP. Cook sessions that is from the previous connection. You can validate that and you know that mobile client, more than 20 kilobyte per second per session would not use more. If we can provide some spam protection, we can answer even the first request with more data than usually practiced. And now that is all for myself. Thank you. All right. Any questions to the speaker, please? Who first? Who will be the first? I would like to ask. Thank you for your presentation first. Just why you believe that quick is 0.5 or 2t and you have 0.0? In the section dealing with the connection, quick cannot reply 0.2t more than the request size. If your response is 1.0.2t, then you have 0.2t. So if it's request more than 13.50, then it's not zero RTT. And that is why I said 0.5. That is why I said 0.5. I think UDP is not available to them. And for them, UDP works worse than TCP. We can distinguish, we can determine using parallel tests. And we can use filtering and suggest that this operator you shouldn't use. But no, there is no other suggestion for now. I didn't show a slide about that, but thank you for the question. Any other questions, please? McCollum, you are the first one. Who will bring him in? One, one, one. About UDP, efficiency in Linux. Client is clear, the ID can survive, not that many requests. What about server? There is quite a lot of UDP traffic. How do you work with Linux? Use UDPDK to do it directly? No, UDPDK we do not use. There is a method that allows you to get UDP packets in packs and batches. We send it one by one, and we get it from socket in packs and five gigabit out traffic. It is okay for our server. TLS and TLS deflate. It does most of time. Streaming 40 gigabit. We would not see such performance as Quick. That would require some more sources. But in Linux, sooner or later, there will be additional enterprises developed that allow Quick to work for us through. And our protocols as well. I have two questions, actually. First question is whether your protocols are open or whether we could use it somewhere else except your company. And second question is whether your website uses Quick already or submit a protocol and how it works already if it is used. Look, from the point of view of Web, Quick we are not using yet or no alternatives yet to move to Quick, we need to install a server. There is implementation of Quick, but those implementations are quite raw, not very good. For now, our mobile clients Android based use our protocols. I hope I answer your questions. Are they open or not? Yes, thank you. Our protocols are actually close to open source. It's not because we are 50, we don't want to share. It's because we need to separate it from other data in the cluster. We don't plan to put in open source, but UT2 protocol for Pulse data source. We plan to go open source, but we need to spend this resource to prepare that going into open source with that protocol. If you want to help us, we're welcome. You're welcome. All right, in the first line, you showed two terabytes per second. Three even we achieved. Last time we checked. How you can do that? Three, two terabytes. You buy CDM, how you do that? Okay, I will discuss. This was a translation actually. The MacGrepper Boxing. Sorry, Fight broadcast and what massive is our servers. I can say yes. Approximately... 100 per second. I don't know. 93. 93. 93. And 40 gigabits per second. These each of them provides. We use our own, and also jinx it. We use CDM, we use CDM, and also we use CDM. ...думаю, что мы понимаем, что у нас там стык сейчас с биленом перегружена. ...думаю, что стык биленом перегружена. ...думаю, что для крупных ивентов у нас стык теканестный дизор, которые занимаются перебросом транспорта. ...думаю, что люди реагируют трафик, чтобы у вас нет капассации максимума. Еще вопросы? Наши еще вопросы? Да, спасибо за предложение. Спасибо за представление. ...чуть вопроса, может быть, не по теме. ...чуть вопроса, не по твоему миру, но в УДП... ...эргар... ...кернелл-УПН... ...кернелл-УПН... ...косредообразие, это кифферинг протокол в УДП. ...думаю, что это корректирование, УДП... ...это не интересно. ...думаю, что это будет интересно. Если у нас закончились вопросы, тогда мы бы хотели вручить парочку призов тем, которые задавал. Покладчик не против? Покладчик не знает, что его ждет. Ему придется выбирать. А кому хочешь футболку? Выбирать очень трудно. Да, мы говорим, он не знал, на что подписываться. Ну, если еще есть футболка. А тут еще важен размер футболки какой. Сейчас мы спросим всех, кто задавал вопросы, у кого такой размер. По поводу футболка-то работает, посмотрите. Да что за сетевые карты? 40 гиговую тоже используем, но не основной, а основной, 4 десятки в сервере. Intel. Ну, там с распределением прерываний, с прибивкой, с файлябром и всей вот этой штуки. Да. Итак, вручаем докладчику футболку. Он хочет изучить, как она работает и сказать размер подходящего реципиента. Это и цель. Я думаю, что, собственно говоря, за вопрос про деградацию UDP, который я хочу отвечать, мне большое спасибо, и все эти проекты национальные. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас есть парочка призов от организаторов. Один участник, который спросил про открытость протокола, он будет пить кофе. Со стороны программного комитета это лучший вопрос. Окей. И у нас есть еще один агрессивный участник, который сказал, что по поводу аналогов мы подумали и решили подарить ему на глазники. Теперь вы тоже будете не видеть. Ну что, мы как раз в нескольких минутах от кофе-брейка, поэтому давайте еще раз поблагодарим докладчика. Спасибо. Спасибо вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А то. О, кстати, пока вы расходитесь, мне сказали, что если кто-то есть вопросы, вы напишите на эту почту в течение недели, я всем отвечу. Просто пишите линекс Питер в заголовке, и в течение недели я отвечаю на все ваши вопросы. Спасибо. И тогда я отвечу на ваши вопросы. Спасибо.